Краснодарский картофель по 75, узбекские дыни по 250 рублей за килограмм. В Магадане стали появляться грузовики, с которых несанкционированно продают овощи и фрукты. Подобную точку продаж можно увидеть при въезде в город на парковке около Стеллы. Даже в разгар рабочего дня точка продаж собирает очереди. По словам специалистов, такие покупки могут привести к проблемам со здоровьем, так как в некоторых случаях продавцы не имеют никаких сертификатов на продукты питания, и никто не знает, каким образом и откуда они привезены. В прошлом году были зафиксированы случаи отравления фруктами, купленными в подобных фургонах. Комитет по работе с хозяйствующими субъектами совместно с сотрудниками полиции планирует провести ряд рейдов по контролю несанкционированной торговли в городе. Чем это опасно? Дело в том, что этот товар зачастую никак не сертифицирован. Мы не знаем его происхождение, мы не можем гарантировать качество товара. То есть первая наша забота, это, конечно, здоровье граждан, потому что в прошлом году были случаи отравлений там и дынями, и арбузами, которые были привезены из других регионов. Поэтому есть такая опасность. Во-вторых, конечно, то, что торговля осуществляется в неприспособленных для этого местах, то есть она является несанкционированной. Собственно, по вот этой статье несанкционированная торговля, мы возбуждаем административные, так сказать, протоколы, составляем административные протоколы. Нарушители идут на противоправные действия не всегда намеренно. По словам продавца Кайбуло Миралиева, товар с документами, продавать его порой приходится себе в убыдок. Двенадцать дней дорога потеряли, что застрялись там. Я на базе заехал на всем местам, чтобы некуда разгружать, и машина обратная, например, свой клиент там рыбу завезет, что ли, не знаю, там фирмы, и вынужден я здесь стоял, чтобы не выбросить. И хоть на минусах, это народу магаданцам, что сколько смогу, столько, вот, например, подешевле даем. Другого выхода я не вижу, я не стал, везде побывал, никуда не смог я разгружать машину. Таких продавцов сотрудники полиции будут предупреждать и попытаются найти для них возможность организовать торговлю по закону. Злостным нарушителям будут выписывать штрафы.